Ко дню города сочинцы делают курорту свои подарки. Кто-то благоустраивает дворы, кто-то пишет стихи о любимом Сочи. Поисковик Арут Варваштян провёл не одну ночь у компьютера, перерыл не один архивный документ, сопоставлял информацию из донесений о безвозвратных потерях. Говорит, около пяти месяцев искал информацию о тех, кто отдал жизнь, защищая город Сочи. И нашёл. Васильева Анастасия Григорьевна, Краснофлотец, убита при бомбардировке аэродрома Лазаревска. Женщины, мужчины, люди разных национальностей. Русские, армяне, греки, белорусы, грузины. Всего около 150 фамилий и короткая информация о том, как погиб человек. Кто-то остался навеки лежать на месте гибели, кто-то был захоронен. Сейчас поисковик пытается разыскать эту информацию и надеется, что его труды не пройдут даром. И на горке героев в Лазаревском, помимо уже написанных 120 фамилий, появятся и имена обнаруженных им солдат. Их можно считать всех героями, хотя не все награждены знаком героя, но они все в геройских погибли. Они защищали небо, землю и море. Главной находкой поисковика ко дню рождения Малой Родины стал целый корабль, который, по словам Арута Григорьевича, во времена Великой Отечественной войны затонул около Лазаревского. В те годы на аэродроме микрорайона базировалась 5-я воздушная армия. В море напротив стоял авиационный склад номер 1987, который снабжал армию снарядами, бомбами, топливом. С 10-го, 8-го, 42-го года в районе Лазаревска он был потоплен. Документы затонули вместе с личным составом. Это 29 человек, пятеро из них офицеры, остальные красноармейцы и сержанты были. Как мы все знаем, Лазаревскую больше всех пострадала в войну на побережье, на нашем районе, это Лазаревская. Немцы его атаковывали очень сильно. День по нескольку десятков делали немцы, вылетов бомбили, Лазаревскую бомбили. Весь поселок, как судоверфь, так станцию, так и всю Лазаревскую они бомбили. Конечно, то, что эти люди так и не вернулись к своим семьям, это горе, говорит поисковик. Но сегодня мы радуемся, ведь обнаружив информацию о погибших, сможем передать ее родным. И они узнают, наконец, как геройски погиб тот, о котором до сегодняшнего дня близкие знали только пропал без вести. И это радость. Радость, что спустя 70 лет герои вернулись домой. В ближайшее время поисковик планирует передать документы в музей, а также организует выпуск 29 венков в море. Поисковик выступил с предложением и в администрацию района добавить имена погибших на корабле на стеле около моря. Пожалуй, это самый лучший подарок, какой только может сделать поисковик – рассказать в юбилейный год победы о подвиге тех, кто защищал Сочи от фашистов.